Здравствуйте! Мы с вами на портале экзегет.ру и меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Давайте сегодня поговорим о мессианских пророчествах в книге пророка Осии. Так получается, что некоторые христиане не дочитывают Ветхий Завет до книг малых пророков. Но малые пророки говорят нам о Христе, и несмотря на то, что они называются малыми, то, что они сказали, важно. Названия малые – это не потому, что они неважные, а потому что они либо проповедовали короткое время, либо еще такой вариант. Их книги очень короткие. Однако книга пророка Осии – далеко не маленькая книга, хотя мы знаем, что проповедовал он не так уж и долго. В его книге есть четыре отрывка, которые нам говорят о Христе и о том, что он сделал. Чтобы понять первое пророчество, нужно вспомнить историю. Пророк нес свое служение в Северном Израильском царстве, которое раз за разом отступало от Бога и тем самым нарушало завет с Богом. И вот Господь посылает пророка, и этот пророк совершает несколько символических действий, которые показывают отношение Израиля к Богу. Он женится, и у него рождается несколько детей. Для нас особенно важно понять или вспомнить дочку и сына. Рождается дочка, которая получает имя Ло-Рухама. В переводе это имя означает «непомилованная». Потом рождается сын, который получает имя Ло-Ами – «не мой народ». И Бог через пророка говорит «я больше не буду миловать Израиль, и Израиль теперь не мой народ». Но дальше Бог обещает, это первая глава, 10 стих. «Но будет число сынов Израиля, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им «вы не мой народ», будут говорить им «вы сыны Бога живого». И еще один отрывок, который находится во второй главе, 23 стихе. И посею ее, то есть Ло-Рухаму, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу «ты мой народ», а они скажут «ты мой Бог». И если прочитать, то кажется, что это относится к евреям и конкретно к израильскому народу, и, может быть, это относится к возвращению из плена. Да, евреи вернулись из плена, из вавилонского плена и даже из ассирийского плена, но вот исполнились ли эти слова в полную меру? Нет, они не исполнились. На Израиле это не произошло. Но это произошло на другом народе. Этот народ – мы церковь. Если мы откроем два новозаветных послания, то мы увидим, что апостол Петр, апостол Павел цитируют этот отрывок и прилагают их к нам, христианам. Давайте прочитаем. Первая Петра, вторая глава, десятый стих. Там прямая цитата. Но я не удержусь и прочитаю отрывок с девятого стиха, потому что эти слова приятно слышать любому христианину. Итак, апостол обращается к христианам. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас от тьмы в чудный свой свет. И дальше он цитирует пророка. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне не помилованные». Кому он обращается? Бывшим язычникам. Они не были народом Божьим. Теперь они стали народом Божьим. Раньше они были под гневом Божьим непомилованные. Теперь Бог помиловал и даровал им свою благодать. Второе место, где цитируется пророк Осия, находится в послании к римлянам, 9 глава, 25 стих. «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленным». Ну и можно прочитать следующий отрывок. «И на том месте, где сказано им «вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого». «Христиане были не Божьим народом, они стали Божьим народом. Они были не помилованы, стали помилованы. Мы – Божий народ». У пророка сказано, что Божий народ должен ответить на слова Бога. «И он скажет, народ Божий, ты мой Бог». Слова пророка исполнились. «Мы стали Божьим народом». И отвечаем Богу, ты мой Бог. Следующий отрывок находится в 6 главе. Но, чтобы его лучше понять, я сначала прочитаю Новый Завет, а потом уже Ветхий. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стих. И прочитаем его. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Особенно обратите внимание на слова «И воскрес третий день по Писанию». А где в Священном Писании Ветхого Завета говорится о том, что Христос воскреснет в третий день? Христос ссылается на историю пророка Ионы и говорит, вот как Иона был в очлеве кита три дня и три ночи, так и я буду в очлеве земли три дня и три ночи. Но есть еще одно место, где мы можем увидеть, что действительно Христос воскреснет третий день. И даже более того, вот знаете как, мы радуемся, что Христос воскрес. Но чем обусловлена наша радость? Почему мы радуемся? Ну, потому что Христос воскрес, ну да, вот Он был мертвый, а потом Он воскрес. Ну, хорошо, что Он воскрес. Но такой вопрос, знаете, такой немножечко для каждого человека. А мне какое дело, что Христос воскрес? Мы знаем, что Христос умер за наши грехи. А вот как Его воскресение касается всех нас? На самом деле, оно касается очень и очень. Потому что апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. Почему? Потому что Христос воскресает, Христос побеждает смерть, Христос через свое воскресение дает нам вечную жизнь, жизнь с Богом. И мы исцеляемся через воскресение Христа от болезни греха. Но вот где же все-таки в Священном Писании сказано, что Христос воскреснет в третий день, и более того, воскресение Христово важно для нас. Давайте откроем книгу Паракасии в шестой главе и прочитаем с первого по второй стих. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся Господу. Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Как понимать буквально этот отрывок? «Евреи отступили от Бога, и Бог наказывает евреев за их грехи». Чтобы получить исцеление, надо вернуться к Господу. Но мы можем этот отрывок понимать и более широко. Не Израиль, и не в конкретной ситуации в истории, а вообще в истории человечества. Мы отступили от Бога, мы ушли от Него. Что надо делать? Надо вернуться к Господу. Кстати, очень интересно. Вы все знаете, что по-гречески означает слово «покаяние», перемена ума. А что означает «покаяние» по-еврейски? Это очень интересно. «Возвращение». Возвращение к Богу. Итак, люди ушли от Бога, нужно вернуться. Вернуться для чего? Для того, чтобы получить исцеление. И второй стих. «Оживит нас через два дня, и в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Что это значит? Если мы вернемся к Богу, то Бог очень-очень скоро исцелит нас. Но можем понимать этот отрывок, как указывающий на воскресение Христа, как Христос на третий день воскрес, и через Его трехдневное воскресение мы получаем исцеление от наших ран, которые наносят нам грех. И мы возвращаемся к Богу. Хорошо. Следующий отрывок тоже очень необычный, тоже очень интересный. Он находится в 11 главе, во второй половине первого стиха. «Когда Израиль был юн, и я любил его, и из Египта я вызвал сына моего». Мы, конечно, знаем этот отрывок и знаем, как он исполняется в Новом Завете. Этот отрывок «Евангелист Матфей» во второй главе, в 15 стихе, прилагает ко Христу. И то, что Христос после поклонения волхов был отнесен в Египет и из Египта был возвращен. И он цитирует как раз этот отрывок. И если читать только Евангелие, кажется, что у пророка речь идет о Христе и это пророчество о Христе. Но если мы откроем этот текст и начнем его читать, то окажется, что это странный текст, и это вовсе не пророчество. Асия рассказывает о том, что было в истории Израиля. То есть, это не о будущем, а наоборот о прошлом. Израиль был юн. Какой Израиль? Народ. И в самом начале истории Израиля Бог выводит его из Египта. Ну и дальше там идет рассказ о том, как евреи общались с Богом. То есть, это о прошлом, то есть, это не пророчество. Почему же евангелист Матфей прилагает этот текст ко Христу? Здесь мы должны понять вообще природу тех пророчеств, которые приводятся в Евангелие. Может сложиться такая картина, что евангелисты, апостолы брали Ветхий Завет, листали его и искали тексты, которые так или иначе прилагаются ко Христу. Нет, ничего подобного. Если бы они так делали бы, ну их навряд ли бы кто-нибудь слушал. Ко времени Иисуса Христа у евреев сложилось представление о том, какой должен быть Мессия. На чем основывались эти представления? На некоторых цитатах из Ветхого Завета. То есть, когда Христос пришел, он исполнял те пророчества, которые евреи сами считали мессианскими. И когда евангелист Матфей приводит вот эту цитату, то он как бы показывает, что вы же знаете этот отрывок, вы знаете это пророчество. И как бы его читатели или слушатели кивали головой, и он говорит, а Христос это исполнил. Но все-таки это же текст, не относящийся к будущему, это же прошлое. И вот здесь очень интересно. Период, который предшествовал пришествию Иисуса Христа, называется в науке межзаветный или эпоха второго храма. Бог уже не посылал пророков, но верующие иудеи исследовали священное писание и старались найти указания для праведной жизни и указания на мессию. И вот исследуя писание, они пришли к такому выводу, что вся история Израиля, или точнее так, моменты из истории Израиля должны были отразиться в истории мессии. То есть вся история Израиля указывает на мессию. То есть что происходило с Израилем должно произойти с мессией. Итак, мессия, когда был юн, он был в Египте. Почему? Потому что Израиль, когда был юн, был в Египте. Поэтому в данном случае это, да, это не пророчество, но это прообраз того, что происходило с Господом нашим Иисусом Христом. Следующий отрывок находится в 13 главе, и его легко запомнить, 13-14. Даже если какой-то христианин никогда не читал Ветхий Завет и Книгу Пророка России, никогда не читал Новый Завет, но он все-таки считает себя христианином, то эту фразу он наверняка слышал. Даже те люди, которые в течение года не ходят в храм, один раз в году стараются все-таки в него прийти. Прийти на Пасху, на пасхальное богослужение. И вот на пасхальном богослужении есть момент в этом богослужении, когда читается пасхальное слово святителя Иоанна Златоуста. И святитель Иоанн Златоуст цитирует апостола Павла, который цитирует Пророка Ассии. И эта цитата, естественно, знакома. Давайте прочитаем и разберем эту цитату. И я уверен, что вы, конечно же, ее вспомните и узнаете. «От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». 13-14. Естественно, мы это знаем. Но что этот текст означает при буквальном прочтении, то есть в контексте 13-й главы, да и всей книги. Ответ следующий. Речь идет о ассирийском плене. Ассирийский плен сравнивается со смертью. Сравнивается с адом. И Бог обещает вывести людей из этого ада. Лишить смерти, жала, ад, победы. И Господь действительно вывел евреев из плена. Но такой вопрос. Был ли побежден ад? Лишилась смерть своего жала? Вот как скорпион. У скорпиона есть жала, которым он жалит. Бог говорит, я вырву это жало. Произошло это. Евреи вернулись из плена. Но они продолжали умирать и отправляться в шоу. Отправляться в ад. Разве это произошло? Произошло после возвращения из плена. И мы понимаем, что нет. И вот апостол Павел цитирует этот отрывок и говорит, это произошло, когда явился Христос. Христос явился, и он у смерти вывел жало. Почему он... какое жало? Христос явился, и он победил ад. Какая победа ада? Какой бы ни был праведный человек в Ветхом Завете, рано или поздно он умирал. Какова посмертная участь человека в Ветхом Завете? Вот он умирает, что происходит с его душой? Его душа отправляется в то место, которое по-еврейски называется шоу, по-гречески ад. Она туда отправляется и там находится. Там не место мучения, но это не место радости. Господь наш Иисус Христос, как человек, должен был пройти путем всех людей. Он умирает, как умираем мы все. И его душа устремляется в ад. Туда, куда устремляются души всех людей. Ад победил. Он победил самого великого праведника. Христос приходит в ад, но он не только человек, он еще и Бог. И ад не может вместить Бога. Ад разрушается. Христос разрушает ад, выводит праведников. И вот когда Христос сходил в ад, кажется, что ад побеждал. Но Христос сошел и уничтожил ад. И знаете, такой саркастический вопрос. Ад, где твоя победа? Вот ты вроде победил, но где твоя победа? На самом деле ты проиграл. Теперь про смерть. Смерть, она действительно кусает. Кусала, кусает нас. Но если в Ветхом Завете люди умирали и отправляли в шоу, то в Новом Завете все не так. Да, мы умрем. Но что может быть с нами после нашей смерти? Апостол Павел говорит очень радостные слова, которые хочется, чтобы мы могли приложить к себе. Жизнь для меня Христос и смерть приобретения. Я хочу разрешиться от тела и быть со Христом. Вот даже если мы умрем, то у нас есть возможность быть со Христом. Смерть жалит, но она не уводит нас от Бога. Она дает нам больше, она дает нам возможность быть с Богом. И поэтому вот тот же самый саркастический вопрос. Смерть, где твоя жала? Ты жалила, чтобы увести от Бога? Теперь ты жалишь, и мы приходим к Богу. Вот несколько пророчеств из этой книги. Конечно, эта книга не заканчивается четырьмя пророчествами, но мы хотели с вами сегодня разобрать мессианские пророчества в книге пророка Осии. И я надеюсь, что у нас это получилось. Мы же с вами были на портале exeget.ru. Меня зовут Дмитрий Георгий Табыкин. Спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok